Бывший экономист-железнодорожник Вы понимаете, современные экономические условия нам уже диктуют то, что без внедрения современных технологий, без модернизации производств сегодня, сегодняшняя экономика невозможна развиваться. И мы это все прекрасно понимаем. При Ефремове была создана корпорация развития Оренбургской области, структура, которая должна привлекать инвестиции в регион. Именно Ефремов на одном из ее первых заседаний говорил, скоро Солилецк станет полноценным курортом, деньги инвесторов в его инфраструктуру уже пошли. С гостиничным комплексом, с больницами, с санаториями, с торговыми центрами. Такой вот проект, который должен стать изюминкой, фишкой Оренбургской области. Впрочем, заботясь о вливаниях в областную экономику, Ефремов не забывал и о собственном кармане. Крылатую гайдаевскую фразу, чтобы ты жил на одну зарплату, пусть даже министерскую, он на свой счет не принял и организовал схему с присвоением бюджетных денег. Областной гарантийный фонд, из которого должны были поддерживаться предприниматели, гарантировал в том числе и его Ефремово благосостояние почти на 3 миллиона рублей. По уголовной классификации особо крупный ущерб, за который гособвинение просят для экс-министра 6 лет лишения свободы. Виталий Дерябин, Новости дня.